Всем добрый день! Сегодня мы продолжаем наше обсуждение книги Эпикака, которую мы читаем. Сегодня у нас седьмая глава, мы перескочили через одну, и эта глава посвящена свободе. Честно сказать, я до момента, ну вот до чтения этой главы о метафизике свободы практически ничего не знал. У меня были какие-то совершенно отрывочные, фрагментарные сведения об этом. Но глава мне очень понравилась, в том числе потому, что я действительно что-то из нее узнал новое, интересное для себя. И, как мне показалось, эта глава написана намного проще, чем все остальные. Она немного короче, и плюс еще здесь стилистически получше как-то все выглядит. Для тех, кто так же, как и я, с метафизикой свободы мало доселе контактировал, я очень огрубленно просто представлю эту проблематику для начала, и потом уже мы перейдем непосредственно к обсуждению этой главы. Вообще, проблематика метафизики свободы предполагает два основных типа позиций, ну в настоящее время, по крайней мере, и по ходу истории философии. Это позиции компатибилизма и инкомпатибилизма. Компатибилисты говорят, что свобода воли совместима с детерминизмом, а инкомпатибилисты, соответственно, говорят, что свобода воли несовместима с детерминизмом. Компатибилистские позиции, ну, например, у Стояков можно найти, там у Фомы Квинского, Дэвид Юм считается одним из таких крупных представителей компатибилизма. Ну и вот Пикок, собственно, в этой главе, он тоже пытается развивать компатибилистскую позицию. Инкомпатибилисты полагают, что, ну, позиция инкомпатибилизма тоже делится на несколько разных вариантов. Есть либертарианцы, вот это отдельно от политической философии, то есть это позиция в рамках метафизики свободы. Либертарианцы считают, что агенты свободны, они обладают свободой, и они могут вмешиваться в каузальные связи, менять их, и, в общем, законы природы могут нарушаться таким образом. Ну и все вот эти вот интересные следствия. Есть позиция инкомпатибилистов, которая говорит, что никакой свободы вовсе нет, да, и детерминизм, соответственно, верен, он определяет абсолютно все. Ну вот это очень огрубленно, как бы вот, чтобы представить, как выглядит эта область философского знания. А теперь мы перейдем непосредственно к главе. Несмотря на то, что глава достаточно короткая по сравнению с другими главами, у меня получилась длинная презентация, ну, в общем, как обычно. Наверное, потому что для меня тут очень много нового было. Вот, ну и еще хочу предупредить, что эту презентацию я сделал и ни разу ее не посмотрел. То есть я не знаю, что там в ней написано сейчас, мне сложно вспомнить. Вот, походу я буду вспоминать. И плюс там, естественно, очень много всяких опечаток и всего прочего, чего там быть, по идее, не должно. Ну вот, значит, седьмая глава, посвященная свободе. Заглавия слайдов отражают название параграфа. То есть вот классическая проблема и трудность интеграции, это, собственно говоря, название соответствующего параграфа. Собственно, классическая проблема в области метафизики свободы состоит в том, чтобы согласовать наше знание от первого лица о нашей свободе, мыслить и действовать с описанием мира через детерминизм, через каузацию, через законы природы и вот всякие вот такие вот особенности. Это классическая проблема. То есть как согласовать, с одной стороны, свободу воли, с другой стороны, детерминизм. Вот, собственно, задача, такая задача, которая предполагает решение, состоит в том, что, с одной стороны, мир у нас должен подчиняться каким-то законам природы, с другой стороны, эти законы природы не должны, вроде как, запрещать свободу действий. Вот, это метафизическая сторона. И Пикок говорит, что для начала в случае проблематики свободы воли он будет развивать именно метафизическую сторону этой проблемы. Затем он будет давать ответ на эпистемологические вопросы, то есть каким образом мы узнаем о свободе других агентов и самих себя. Вот, проблематика свободы очень похожа на проблематику необходимости. То, что было, по-моему, в третьей главе. То есть, откуда мы можем знать какие-то необходимые истины? Откуда у нас знание о необходимости, о каких-то модальностях? Но здесь предполагается, ну, то есть мы увидим, что Пикок дает решение проблемы интеграции для свободы воли очень похожим способом, как он это делает для понятия необходимости. Но здесь эпистемология не будет основываться на каких-то априорных принципах, как это было до этого в случае модальности. И здесь она не будет тривиальной после того, как мы опишем условия истинности утверждений, которые приписывают свободу. Эпистемология не будет тривиальной в том смысле, что само описание того, каковы условия истинности утверждений о свободе, не будет предполагать, что эти условия истинности автоматически нам известны. Да, вот в случае необходимости у нас было какое-то априорное знание, здесь у нас этого не будет. Поэтому эпистемология будет нетривиальной. Вот, но нужно, конечно, вспомнить, что Пикок в самом начале, в самой первой главе говорит о том, что есть два основных типа решения проблемы интеграции. Один из них консервативный, другой из них радикальный. Консервативный пытается каким-то образом совместить эпистемологию и метафизику либо в ущерб одной из сторон, либо как-то одновременно разрабатывая их. И радикальный, соответственно, говорит, что совмещение равнозначное невозможно, но нам нужно как-то пересмотреть соответствующую область философского знания. Вот, ну, то, что у меня здесь написано, да, либо это пересмотр метафизики, пересмотр эпистемологии или отношения между ними. Вот, второй радикальный способ предполагает, что у нас никаких условий истинности нет, либо же мы их полностью схватить не можем. Вот, то есть либо условий истинности нет вообще у соответствующих утверждений, либо мы не можем их полностью схватить, и у нас есть какие-то сложности, да, мы только часть условий истинности можем схватывать. Вот. Пикок отмечает, что те предложения по решению проблемы интеграции, которые можно найти в литературе, они все являются так или иначе радикальными. Ну, например, у Питера Строссена и у Кристин Корсгярд предполагают, что наше объяснение рассуждения о свободе вообще не должно даваться через условия истинности. То есть вот это радикальный способ как раз, да, они предполагают, что условия истинности нам каким-то образом недоступны, либо их вообще нет. Надо смотреть отдельно позицию, которую они отставили. Есть еще более радикальные точки зрения, например, у Томаса Нагеля и у Галина Строссена. Они говорят, что, в принципе, проблематика свободы воли сомнительна, она запуталась в противоречиях, и никакого адекватного решения там вообще ожидать не следует. Вот. Ну и, собственно, в этом первом параграфе Пикок заявляет о том, каков будет план его главы, всей этой главы. Для начала он планирует рассмотреть интуитивное понятие свободы. И затем он попытается объяснить выражение «могло бы быть сделано по-другому», вот таким образом, чтобы оно было совместивым с решением проблемы интеграции. То есть он как бы предлагает своего рода срединный путь между вот этими двумя крайними позициями решения проблемы интеграции. С одной стороны, консервативным и радикальным. То есть он выбирает тот вариант, который у него в первой главе был под номером 4, но он у него был отнесен к радикальным способам решения изначально. То есть он будет предполагать, что мы схватываем условия истинности приписываний свободы только частично, не целиком. Вот, и потом он хочет дать ответы на возражения возможные, и которые, в принципе, были высказаны против компотебилистской позиции, и развить компотебилистскую позицию. Вот, ну то есть задача его, собственно говоря, состоит в том, чтобы определить условия истинности для приписывания свободы. Вот, нужно дать, нужно сформулировать концепцию, в которой были определены условия истинности. Вот, ну и вот это вот приписывание свободы, оно будет предполагать еще некоторое фактическое, или, как иногда Пикок в этой главе говорит, теоретическое содержание, в противовес чисто практическому. Вот, если мы в позиции Строссена, Питера Строссена и Корсгиард обратимся, то там предполагается, что именно практическое содержание приписывания свободы, оно играет первичную роль, и никакого фактического там вроде как не предполагается. То есть теоретического содержания нет в приписывании свободы, которое можно оценивать на истинности ложность. Либо оно не настолько важным является. И вот это вот фактическое содержание, оно должно превосходить некоторую непосредственную феноменологию принятия решений. Феноменология принятия решений предполагает, что это как бы агент от первого лица наблюдает за своей внутренней жизнью, и вроде как он замечает, что он свободно принимает решения. То есть, по крайней мере, нам так кажется. И вот к этому моменту мы еще вернемся. Здесь Пикок упоминает эксперимент Пенфилда. Это такой психолог, который вживлял электроды в мозги своим пациентам, давал в какой-то момент разряд, и, в общем, пациент потом ему говорил, что вот сейчас я спонтанно решил сделать какое-то действие. И у пациента эта феноменология была такая, что это он принял это решение. И вот этот электрический разряд, который был пропущен через его головной мозг, он не повлиял никаким образом. То есть, вот агент вроде как свободно выбрал совершить какое-то действие. Но эксперименты Пенфилда говорят о том, что вот эта вот феноменология свободы и то, что, ну, то, как мы это оценим с точки зрения третьего лица, они очень сильно могут отличаться. То есть, нам нужно что-то такое фундирующее для этого всего, для приписывания свободы, для фактического содержания. Вот, и как говорит о том, что у нас есть некоторая общая концепция свободы, и эта общая концепция свободы, она не может быть исчерпана каким-то конкретным списком факторов, которые влияют на наше решение. То есть, факторов, которые делают наше решение несвободными. Ну, факторы, которые делают наше решение несвободными, здесь можно привести, как в эксперименте Пенфилда, если там какой-то электрод вживлен в головной мозг и дается разряд, или, может быть, человек какую-то зависимость испытывает, допустим, он зависим от курения, да, и, соответственно, он принимает решение приобрести пачку сигарет, потому что он очень сильно хочет покурить, вместо того, чтобы купить себе еды, да, или, например, алкоголь, если он зависим от алкоголя, ну, что-нибудь в этом роде. То есть, много разных факторов можно привести конкретных, которые так или иначе влияют на наше решение. Вот, и эти факторы делают наше решение несвободным, соответственно. Вот, но Пикак говорит, что какой бы список таких факторов не был дан, наше теоретическое объяснение свободы, наша концепция свободы, она должна превосходить этот список конкретных факторов. Она должна объяснять, почему список имеет именно вот такую вот форму, да, то есть, и этот список с точки зрения нашей концепции свободы должен иметь некоторую объясняющую, объединяющую характеристику. Ну, давайте перейдем к интуитивному пониманию свободы. Интуитивно свобода может мыслиться как свобода по отношению вот как раз к некоторому фактору, да, иметь способность позволить фактору влиять на решение. Мы можем пойти на поводу какого-то фактора, и он повлияет на наше решение. Мы, соответственно, таким образом можем проявить свободу. Мы можем проявить свободу, наоборот, сопротивляться этому фактору. И вот эта вот роль факторов в нашем принятии решения, она как раз-таки делает решение свободным или несвободным. Вот, ну, мы можем говорить с точки зрения интуитивной характеристики свободы о том, что какой-то агент свободен по отношению к набору факторов, если он будет свободен по отношению к каждому из них. А вот есть некоторый конкретный список факторов, которые делают решение несвободным для какого-то определенного агента. И мы этого агента называем свободным по отношению к этому набору факторов, если каждому отдельно взятому фактору этот агент тоже будет свободен. И с точки зрения интуитивной концепции свободы разные люди в разной степени являются свободными, потому что у одного одни факторы влияют на принятие решений, у другого человека другие факторы влияют на принятие решений. Для кого-то приобрести сигареты и покурить это актуально, для кого-то это не актуально, для кого-то, например, алкоголь актуален, для кого-то нет, ну и так далее. То есть разные люди имеют разные степени свободы. А то списки факторов тоже могут очень сильно отличаться друг от дружки. Факторов, которые влияют на наше решение и делают его не свободным. Ну и свобода, соответственно, будет связана с концептуализацией. То есть для того, чтобы иметь возможность вообще относительно какого-то фактора решить, будет он влиять или нет на наши действия, мы можем только после того, как этот фактор концептуализирован. Если человек имеет зависимость от алкоголя, допустим, если он об этом вообще никак не думает, то он не может никак сопротивляться этому фактору в своих решениях. С другой стороны, если человек понимает, что он болен алкоголизмом, то он может принять какое-то решение, которое, соответственно, будет против этого фактора действовать. Он может, например, принять решение обратиться к врачу и пройти лечение. Или, например, в магазине человек, который болен в зависимости от алкоголя, он может вместо того, чтобы приобрести алкоголь, сознательно поступить и купить себе, наконец, еды вместо очередной бутылки. Вот. Ну, то есть требуется концептуализация для того, чтобы с фактором можно было работать. Вот. Ну и внесение суждения. Это тоже некоторое действие. Да, нам нужно осуществить какие-то действия для того, чтобы вынести суждение. И поэтому указанная характеристика свободы также и к мышлению применяется. Для того, чтобы вынести суждение по отношению к чему-то, совершить какое-то действие, нам нужна концептуализация. Нам нужно, в принципе, иметь соответствующее понятие. Нужно как-то уметь их друг с другом сочетать. Ну и так далее. Вот. Есть определенные ограничения свободы мышления. Они влекут запреты на мыслимость некоторых суждений. Или запреты на вынесение некоторых суждений. Например, если мы считаем, что все F есть G, у нас есть такое убеждение, то для того, чтобы оставаться непротиворечивыми, во всяком случае, с точки зрения классической логики и разных близких логик, мы ограничиваем свою свободу. Вот это вот убеждение, оно ограничивает нашу свободу. И мы уже не можем судить, что нечто есть F и при этом есть не G. Вот. То есть и обладание определенными убеждениями накладывает на наше мышление некоторые ограничения. Ограничивает свободу. Вот. Ну и концептуализация. В отличие от действий, здесь Пикок отмечает это, концептуализация, когда это касается мышления, она приводит не к увеличению свободы, а как раз к ее уменьшению. Когда мы начинаем понимать, что некоторые понятия или некоторые свойства связаны определенным образом, мы уже не можем их произвольно сочетать друг с другом в своем мышлении. Значит, говорит Пикок, необходимо различать каузальную и рациональную детерминации. То есть причинно-следственные отношения, а есть еще какие-то логические отношения, детерминации. И вот мы их должны отличать друг от друга. Вот эти вот логические, они будут определять свободу нашего мышления, а каузальные, они, естественно, будут вмешиваться в нашу свободу действий. Вот. Ну, по поводу животных. Пикок говорит, что животные не являются свободными, поскольку они, в принципе, не могут заниматься концептуализацией, они не способны думать о себе как об агентах, которые находятся под влиянием каких-то факторов. Естественно, получается, что раз концептуализация для них в этом смысле недоступна, то животные свободными никак быть не могут. Вот. Они всегда зависят от этих факторов. Вот. Ну и агенты, которые имеют какие-то высокопорядковые установки, да, вот они, то есть способны о самих себе размышлять, как о находящихся или не находящихся под влиянием каких-то факторов, такие агенты будут обязательно свободны, да, и, не обязательно, то есть, извиняюсь, такие агенты будут не обязательно свободны, поскольку эти установки, они также ограничивают их свободу, да. Ну, вот. Пикок приводит пример пуритан, которые, например, хотят совершить какое-то действие, они испытывают определенные желания, но при этом они это не делают, потому что это, например, там не угодно Богу с точки зрения их веры. Вот. Да, то есть они о себе могут мыслить определенным образом, об определенных факторах, но при этом они себя очень сильно ограничивают таким образом, ограничивают свою свободу. Вот. Ну, необходимо различать, с одной стороны, способность решать относительно некоторого данного фактора, то есть позволить ему влиять на наши действия или нет, и способность решать относительно всех факторов вместе, позволить им влиять или не позволить. Вот. Но это не просто не является последовательным, это также еще и невозможно, поскольку нельзя учесть абсолютно все факторы, в том числе нерациональные какие-то, какие-то спонтанные желания, спонтанные действия, бессознательные пикок еще приводят в качестве некоторых факторов, которые могут повлиять на наше решение. Вот. Их учесть, естественно, не получается, поэтому способность решать относительно всех факторов, позволить им влиять или нет, это какой-то абсурд. Все равно факторы так или иначе влиять будут, которые мы, может быть, не осознаем. Ну, и поскольку для того, чтобы с фактором работать, требуется концептуализация, да, естественно, конечные агенты не обладают абсолютным знанием, и поэтому что-то у них остается неконцептуализированным, соответственно, они не могут освободиться, да, от каких-то факторов, которые вот у них неконцептуализированы. Вот. Но с другой стороны, пикок говорит о том, что некоторые решения могут быть названы стабильными. Стабильными называются такие решения, которые не меняются под влиянием рассмотрения других факторов, то есть вот у нас есть агент, у него есть какой-то список факторов, он их рассмотрел и говорит, что вот эти вот факторы влиять на мое действие не будут. Вот он принял решение совершить какое-то действие, и он сопротивляется тем факторам, которые на него действуют. Вот. Но с другой стороны, вот это решение, оно будет называться стабильным, если мы добавим еще какие-то факторы новые, и они никаким образом на это решение не повлияют. Вот. Ну, не знаю, там, человек, например, хочет есть, испытывает голод, но сопротивляется этому, потому что он, не знаю, там, хочет похудеть, например. Вот. Или там, он хочет съесть какую-то вредную еду, но он сопротивляется этому. Вот. Какие бы мы факторы тут не добавляли, допустим, там есть фактор, который, там, не знаю, человек хочет еще и пить, там, да, жажду испытывать. Вот. Ну, вот. Не всегда желание поесть и желание попить связаны непосредственно друг с другом. Соответственно, не всегда, не все решения относительно воздержания от еды, там, да, будут меняться при добавлении такого фактора. То есть это решение в данном случае можно назвать стабильным. Вот. Ну, и пикок, конечно, оговаривается, что полностью рациональному и свободному агенту не требуется вообще рассматривать все факторы, да. Вот. Поскольку есть такие вот стабильные решения, все факторы рассматривать необязательно. Вот. Дальше пикок переходит к тому, чтобы дать объяснение выражению, могло бы быть сделано по-другому. Вот. Мы рассмотрели интуитивное понимание свободы, согласно которому получается, что агент может позволить фактору влиять на него, может не позволить ему влиять, да. И, то есть, получается у нас вот такие вот утверждения, он мог бы сделать по-другому. Человек пошел в магазин и купил кусок колбасы, а он мог бы сделать по-другому. Он бы мог купить себе, например, фрукты вместо колбасы. Вот. Разные действия человек мог бы предпринять. То есть, он мог бы сделать по-другому. Это выражение, оно является важным для анализа нашей концепции свободы. Вот. Ну и это выражение предполагает модальность определенную какую-то. Вот. И нам необходимо объяснить, что же это за модальность, что значит он мог бы сделать по-другому. Да. Вообще здесь надо сказать, что те объяснения модальности, которые участвуют в этом выражении, и которые были даны до этого другими компатибилистами, и в частности, Пикок цитирует Джорджа Эдварда Мура, не удовлетворяет ни инкомпатибилистов, они критикуют этот анализ модальности, ни, с другой стороны, Пикока, соответственно. И Пикок пытается найти такое компатибилистское объяснение модальности, которое будет отличаться от традиционного компатибилизма, и при этом будет отвечать на возражения инкомпатибилистов. Вот. Ну, Мур, как стата, которую я уже упомянул у Мура, Мур пишет в одной из своих работ, когда мы говорим, что могли бы сделать то, чего не сделали, мы часто имеем в виду лишь то, что мы должны были бы сделать это, если бы выбрали сделать так. То есть если бы мы выбрали сделать по-другому, то мы бы так и сделали, собственно. Вот. И дальше Мур приводит более подробный анализ вот этой вот модальности, но Пикока этот анализ не устраивает. Пикок отмечает, что некоторые от того, что они не удовлетворены вот этим вот компатибилистским объяснением, некоторые мыслители, они практически сразу переходят к инкомпатибилистскому заключению. И Пикок признается, что раньше он тоже так делал, то есть его рассуждения Мура и других компатибилистов не устраивали, и, соответственно, он переходил на позиции инкомпатибилизма. Вот. Но в этой главе, как я уже несколько раз сказал, Пикок будет компатибилистское объяснение. Отстаивать. Он приводит следующий пример. Говорит, давайте рассмотрим такой случай. Вот. Вы едете на поезде, поезд едет через туннель, и вот в какой-то момент локомотив загорелся. Из туннеля просто так не выбраться, свежего воздуха там мало, да, и очень легко задохнуться. И проблема в том, что если дым от горящего локомотива попадет в систему вентиляции, то все люди, находящиеся в поезде, погибнут. То есть может произойти несчастный случай. Но вот так вот сложилось, что багаж лежит каким-то образом определенным, да, и там, не знаю, чемодан закрывает вот этот вот вход в систему вентиляции. То есть дым не может попасть в систему вентиляции из-за того, что там какой-то чемодан лежит, ну, или там несколько чемоданов. Соответственно, несчастный случай не происходит. Люди остаются живы. Несмотря на то, что, по идее, они должны были бы все погибнуть. Вот. И здесь вот это вот мог бы, то есть, да, мог бы произойти несчастный случай, но помешал багаж. Вот здесь вот это вот мог бы, это модальность, это модальность, которая касается в данном случае безопасности, да, и эта модальность представляет собой возможность определенного вида, и эта возможность совместима с детерминизмом, говорит Пикок. Ну, то есть здесь не то, что грузчики определенным образом складывают багаж, ни какие-то удачные начальные условия, они не являются достаточными для того, чтобы мы посчитали эту поездку безопасной. Эта поездка не является безопасной от того, что грузчик положил багаж определенным образом. Нет. Грузчик случайно положил багаж определенным образом, от этого поездка не стала безопасной. Безопасной поездка называется, если там соблюдены определенные требования к безопасности. В данном случае, видимо, требования не были соблюдены. И несмотря на то, что несчастного случая не произошло, поездку мы безопасной назвать никак не можем. Он мог бы произойти. Вот. И вот эти вот все факторы, то, что грузчики так случайно сложили багаж, то, что начальные условия какие-то были таковы, что несчастного случая не случилось, они не влекут, то нет такой возможности, при которой катастрофа была бы возможна, собственно говоря. Это. Вот. То есть они не запрещают несчастному случаю произойти. Запрет несчастному случаю произойти с определенной вероятностью, конечно же, он зависит от совершенно других факторов, а не от этих вот, не от того, как багаж там вкладывать. Вот. Ну и Пикок говорит, что смысл вот этой вот модальности, он состоит в том, что что-то невозможно. Что если что-то невозможно, то можно положиться на то, что это не произойдет. Вот. То есть если что-то является, например, безопасным, да, с определенной долей вероятности, допустим, то с этой долей вероятности мы можем допустить, что несчастного случая не произойдет. Вот. Аналогичная ситуация есть и в эпистемологии. В случае приписывания знания, в частности, там, с контрпримерами, которые по отношению к традиционному знанию были высказаны, и попытка решения вот этой вот эпистемологической проблемы с помощью релиабилизма. Вот это вот знаменитый пример, когда человек путешествует по какой-то местности, и он не знает, что в этой местности снимают какой-то вестерн, например, да. Вот. То есть там есть и настоящие амбары, он видит из окна машины, вот он едет в машине, смотрит в окно и видит, что там есть амбары какие-то. И там есть фасады амбаров, которые на самом деле не амбары, да, никакие, но это просто вот чтобы, ну это декорации, короче говоря, декорации для съемки вестерна. Вот. Агент не знает, что он находится в такой местности, где снимаются вот эти вот вестерны. То есть он смотрит, и ему кажется, что это все амбары. Все, что он видит, это все настоящий амбар. Вот. То есть агент не может, смотря на объект, узнать, амбар это или это какая-то декорация просто. У него нет соответствующего когнитивного доступа, да. То есть у него вот и тот метод, который он использует для того, чтобы получить знание, а это буквальное толкование данных восприятия, он мог бы привести к ошибке, да. И, соответственно, вот этот вот метод, то, что он мог бы привести к ошибке, он тоже совместим с детерминизмом. Никаких противоречий с детерминизмом здесь в этой модальности нет. Вот это вот мог бы привести агента к ошибке. Эта модальность предполагает, что она также совместима с детерминизмом, как и модальность, которая касается безопасности в предыдущем примере. То есть, говорит Пикок, есть такие модальности, в частности, возможности, которые вполне совместимы с детерминизмом. И вот такие виды возможностей Пикок предлагает называть близкой возможностью. Ну, там, closeness, possibility, но я перевел как близкая возможность. Дальше станет понятно, почему это так называется. Значит, вот эта вот близкая возможность предполагает, что агент, который удовлетворяет всем рефлексивным условиям свободы в отношении любых факторов, то есть, концептуализация там у него есть, а вот он осознает влияние этих факторов, он может им сопротивляться. Вот. Факторов, которые могут заставить его сделать какое-то действие ФИ, этот агент будет свободен делать действие ФИ только в том случае, если, во-первых, он мог бы, здесь близкая возможность, имеется в виду, он мог бы попытаться сделать ФИ, и он бы сделал это действие ФИ, если бы попытался. Вот. То есть, у нас вот это вот двойной такой вот анализ свободы через два принципа А и Б, здесь обозначенные на слайде, он предполагает следующее. Во-первых, принцип А говорит, что модальность вот этой вот свободы, она сводится к близкой возможности, то есть, модальности из тех примеров, которые мы рассмотрели на предыдущем слайде про поезд и про амбар. Принцип Б говорит о том, что агент успешен в своем действии, если он пытается, но, в принципе, говорит ПИ, как здесь мы можем провести замену на более слабую версию, то есть, он мог бы сделать ФИ, если бы попытался. То есть, добавить еще одну возможность. То есть, как бы принцип Б у нас может быть в более категоричной форме, как изначально он здесь сформулирован, то есть, агент бы сделал ФИ, если бы попытался, и в более слабой версии, которая предполагает, что агент свободен попытаться. Может быть, у него получится, но, во всяком случае, он свободен попытаться точно совершить это действие. Вот, ну, то есть, получается так, что, например, я свободен действовать, то есть, свободен по отношению к некоторому мотиву, по которому я не действую. Если, во-первых, могло бы быть так, что я попытался бы действовать в соответствии с ним, то есть, есть эта близкая возможность, и если бы я попытался так действовать, то я бы успешно достиг того, для чего это является мотивом. Пикок приводит еще один пример. Это клиптоманка в магазине. Женщина страдает клиптоманией, она приходит в магазин, и, соответственно, она хочет совершить там какую-то кражу. Вот ей необходимо это сделать, потому что вот она не может сопротивляться этому фактору. Вот. Наша концепция состояния клиптомании предполагает, что есть своего рода такой естественный закон, в соответствии с которым, если случай будет... Если никто не будет следовать за ней по пятам, в конце концов, она где-нибудь там спрячется в этом магазине и совершит краб. Вот. И в данном случае мы предполагаем, что есть какие-то состояния, вот, например, состояние клиптомании, которые агент, в принципе, не может преодолеть. Вот. Ну, по каким-то причинам. Есть такие состояния, с которыми агент не может никак справиться. Да. Вот эти состояния являются какими-то факторами. Соответственно, вот эти вот условия А и Б, которые были обозначены до этого, они недостаточны для свободы, поскольку не требуют никакого размышления над факторами за и против соответствующего действия. Вот. Это размышление должно быть тоже связано с модальностью. То есть можно хорошо размышлять, можно иметь возможность действовать по-другому, но при этом, если размышление не способно привести к действию по-другому, то агент не является свободным. То есть, да, человек, например, какой-то может быть суперклассным знатоком логики, критического мышления и всего, чего угодно, он там любые задачки решает, два счета. То есть он хорошо умеет размышлять. У него есть возможность действовать по-другому. Но вот его размышление, оно в данном случае каком-то не доходит до того, чтобы принять решение действовать другим образом. Соответственно, такого агента мы свободным назвать не можем. Требуется, чтобы размышление было связано с модальностью, то есть он, агент, соответственно, мог все вот эти близкие возможности рассмотреть, ну или, по крайней мере, альтернативные близкие возможности рассмотреть и выбрать из них. Вот, тогда у нас получается, что агент свободен делать то, что он действительно и намеренно делает, и это вытекает из принципа FIBA. Вот, но следует различать свободу делать что-то и делание чего-то свободным образом. Вот, вот, свобода делать что-то и делать что-то свободным образом, это с точки зрения пикока, получается, разные вещи. Вот, агент делает что-то свободно, только если он свободен этого не делать, если ничто его к этому не принуждает. Если кто-то действительно и намеренно делает какое-то действие, и поэтому он свободен делать это действие, это еще не влечет за собой то, что он свободен не делать этого действия. То есть, если человек свободен делать какое-то действие, это не значит, что он свободен не делать его. Вот, условия А и Б могут быть также и необходимыми, так как агент может быть свободен делать какое-то действие FI, если он не знает, как это делать, как это можно сделать. И тут пик приводит пример агента, который заперт в комнате, он видит ключ от комнаты, ну, не знаю, там он увидел как-то, что именно этим ключом открывали или закрывали эту комнату, да, вот ключ лежит перед ним на столе. Вот он берет этот ключ, но при этом он не может найти отверстие для этого замка. То есть, он пытается открыть дверь, в ней очень много разных отверстий для замка, но он не знает, какое из них правильное и не может никак определиться, да. То есть, оно где-то там спрятано, но он его не может найти. То есть, он не знает, как открывать эту дверь, получается, да. По крайней мере, с той стороны, где он находится. Ну, и в дальнейшем, пик говорит, что в дальнейшем будет предполагаться, что агент знает, как совершать действия, да. То есть, мы вот от этого принципа, от этого, не знаю, контрпримера, что ли, уходим благодаря этому допущению. То есть, мы предполагаем, что агенты будут знать, как совершать те действия, относительно которых они свободны. Свободны. Вот. Ну, и та концепция, которую пик предлагает, является компатибилистской, но при этом она соглашается с инкомпатибилистскими возражениями. Во-первых, агент не способен сделать действие фи, если он не свободен сделать действие фи, если он не свободен попытаться сделать фи, или не свободен выбрать фи. Если человек не может попытаться, то он не является свободным сделать какое-то действие. И если он не может выбрать это действие, то тоже он не свободен. Вот. Близость, вот эта концепция близости, она влечет за собой, что нет такого близкого мира, в котором агент пытается сделать фи, и при этом не свободен сделать фи. Такого близкого мира нет. Требование, что агент может быть свободен попытаться сделать действие фи, если его следует считать свободным сделать фи, не является исключительно инкомпатибилистским. То есть это требование также может поддерживаться и компатибилистской позицией, собственно, например, той, которую пикок высказывается. Второе возражение. Должен существовать некоторый унифицирующий принцип для списка оправдывающих условий, то есть тех факторов, которые мешают реализации свободы. Вот. Ну и по меньшей мере, один из классов этих условий, он будет унифицироваться принципом, который влечет отсутствие близкого мира, где агент пытается действовать в соответствующем образом. Вот. Ну, можно различить случаи, в которых оправдание предполагает отсутствие свободы, и случаи, в которых агент свободен действовать, но стоимость действия слишком высока. То есть человек, в принципе, свободен совершать какое-то действие, ну, не знаю, там, условно говоря, человек свободен там спрыгнуть с Останскинской телебашни, например, вот, но стоимость этого действия слишком высока, да, человек, скорее всего, погибнет от этого, поэтому он не делает этого действия. Так. Вот эта вот концепция, концепция близкой возможности, она является компатибилисткой, но соглашается с инкомпатибилистским возражениями, как я уже сказал. И вот третье возражение, которое инкомпатибилисты выдвигают против компатибилизма, это следующее. Компатибилисты предполагают, что они дают какое-то эпистемическое объяснение модальности. Однако инкомпатибилисты утверждают, что модальность в утверждениях о свободе не только эпистемическая, но и обладают каким-то метафизическим содержанием. Вот эти вот самые близкие возможности, они не должны каким-то очевидным образом согласовываться с эпистемическими возможностями. То есть можно не знать, что Земля могла бы быть уничтожена стероидом 100 лет назад. И не зная какие-то факторы, можно считать, что что-то может иметь место. Хотя при большем знании мы бы так не считали. У компатибилистов получается, что решение проблемы интеграции, вот эта их концепция, она дается таким образом, что мы предполагаем, что агенты знают тот список факторов, которые оказывают влияние на свободу их действий. Во-первых, компатибилисты традиционные, по крайней мере, не дают конкретного объяснения, почему именно эти факторы, то есть что общего для этих факторов есть, почему именно они влияют на свободу агента. И во-вторых, они предполагают, что вот эти вот факторы, они известны нам, то есть они дают эпистемическое объяснение вот этой модальности. И благодаря нашему знанию, соответственно, мы можем поступать как-то по-другому. Дальше Пикок предлагает рассмотреть такое рассуждение, которое можно обозначить как интригующий вывод. Назовем это рассуждение еще L. Рассмотрим его. Первая посылка у нас. Агент не свободен быть не F. Вторая. Номологически необходимо, то есть в соответствии с законами природы, номологически необходимо, что если кто-то F, то он G и G. Следовательно, агент не свободен быть не G. Ну и кажется, что вот это рассуждение общезначимо. И есть некоторый корректный аргумент от нашей концепции свободы к общезначимости L. Ну то есть разумно допустить, что законы действительного мира являются также и законами близких миров. И это на самом деле мы должны предполагать всегда, когда мы о свободе рассуждаем. Ну и значит посылка 2 влечет, что в любом близком мире, в котором агент есть G, он же есть F, он же есть и G. То есть если он обладает свойством F, то он также и свойством G обладает. Допустим, агент свободен быть не G. То есть у нас отрицание для заключения здесь. Тогда будет странно, если ни один из близких миров, где он пытается быть не G, не будет миром, где ему это удается. То есть если агент свободен быть не G, то тогда должен быть какой-то близкий мир, где у него удалось быть не G. Вот. Но согласно второй посылке, любой близкий мир, где агент пытается быть не G и успешен в этом, является миром, где он является не F. Это у нас по моду Столлинс получается. Вот. Ну и значит ли это, что он свободен быть не F, пытаясь быть не F путем попытки быть не G в этом мире. То есть он пытается быть не G, и при этом, поскольку законы природы таковы, что если что-то является F, то оно обязательно является G, а поскольку агент у нас делает попытку быть не G и он успешен в этом, получается, что он тогда и не F одновременно является. Вот. Но это будет противоречить посылке номер один, да. Мы уже сказали, что агент у нас не свободен быть не F. Вот. Соответственно, мы показали, что L является общезначимым. То есть у нас нет контрпримера, да, мы показали, что рассуждали от противного, допустили, что заключение ложено и пришли к противоречию. Соответственно, заключение должно быть истинно при условии, что посылки истины. То есть контрпримера к рассуждению нет, значит, это рассуждение общезначимое. Вот. Но это рассуждение, говорит Пикок, оно становится интригующим, если мы заметим, что оно является частным случаем аргумента, который используется либертарианцами и инкомпатибилистами для демонстрации того, что свобода противоречит детерминизму. Вот. Вот эти вот все товарищи, там, в частности, либертарианцы, если они допускают, что детерминизм истинен, если они допускают, что детерминизм верен, они вынуждены говорить, что агент не свободен сейчас, не иметь некоторые свойства в прошлом. Это первая посылка, да. И нам логически необходимо, что если у агента было такое свойство когда-то в прошлом, то он сейчас действует определенным образом. И из этого мы заключим, что значит, агент не свободен, не действуя сейчас определенным образом. Ну, здесь есть разные комментарии по этому поводу. Вот Льюис, Дэвид Льюис, если я правильно понял, что он является компатибилистом, он, в частности, говорил, что не все способы детерминированности не делать что-то, в данном случае, являются способами, которые равносильны неспособности делать это в этом самом случае. Ну, то есть Пика здесь комментирует так, что отсутствие свободы делать это в некотором случае. Это можно заменить. Поэтому рассуждение, которое мы в самом начале рассмотрели, оно не будет общезначимым. Рассмотрим следующий конкретный случай вот этого рассуждения Л. Первая посылка у нас. Агент не свободен в Т плюс Н. Это время у нас быть не Ф в Т. То есть, если я сейчас покраснею, например, то через 10 минут я уже не свободен не покраснеть 10 минут раньше того. Номологически необходимо, что если агент Ф в Т, то он Ж в Т плюс Н. Следовательно, агент не свободен в Т плюс Н быть ниже в Т плюс Н. То есть, агент не свободен, поскольку агент не свободен изменить прошлое, да, в общем, никто не свободен изменить прошлое, вот это вот интуитивно следует из близкой возможности. Агент свободен иметь другое прошлое будет равносильно тому, что агент был бы свободен действовать по-другому. Значит, посылка 1 истинна. То есть, агент не свободен в будущем делать, не делать что-то в прошлом. Вот, допустим, выбрано такое свойство Ж, что посылка 2 тоже истинна. Вот, мы нашли какое-то свойство Ж, которое делает посылку 2 тоже истинна. То есть, у нас первая посылка истинна, вторая посылка истинна. Вот, однако, наше заключение, вот оно, следовательно, агент не свободен в Т плюс Н быть ниже в Т плюс Н. Эта посылка все равно может оказаться ложной, если имеется некоторый близкий мир, в котором агент пытается быть ниже в Т плюс Н, и если истинно, что если бы он попытался быть ниже в Т плюс Н, то у него бы получилось. И вот этот вот близкий мир, где агент обладает Ж в Т плюс Н, может иметь те же законы природы, но некоторую другую историю. Но при этом посылка 1 или 2 и какие-то требования к этим близким мирам, они не исключают существование такого мира. То есть, то, что агент не свободен быть ниже, мы здесь предполагаем, что есть такой мир, где агент обладает вот этим вот Ж, и при этом посылки этого не запрещают, да, и требования к близким мирам тоже этого не запрещают. Вот, ну и получается, что ответ на наш изначальный вопрос, свободен ли агент быть не Ф, пытаясь быть не Ф путем попытки быть ниже, он отрицательный. Вот, ну, если попытка быть ниже предполагает истинность пропозиции о прошлом, когда эта пропозиция в этом прошлом была ложной. То есть у нас вроде как получается так, что истинностные значения пропозиции о прошлом должны измениться. В прошлом когда-то агент был не Ф, а теперь вдруг он Ф стал, из-за того, что он попытался быть ниже и был в этом успешен. То есть он как бы прошлое поменял свое. Пикок говорит, что некоторые миры, некоторые близкие миры имеют другое прошлое. Вот, поездка, поездка на поезде может быть небезопасной, даже если никакой аварии не произошло. Отсутствие безопасности – это как раз близость мира, в котором авария произошла. Почему мы говорим, что поездка небезопасна? Потому что есть какой-то близкий мир, где произошла эта авария. Вот. Но этот близкий мир, он должен иметь какие-то другие начальные условия, но те же самые законы природы. Да, и законы природы при этом не должны нарушаться. Вот. Поэтому принятие четвертого принципа не влечет принятие пятого. Можно. Это не обозначено. Ну, в общем, если я правильно… А, вот здесь он и да, вот. Поэтому принятие четвертого принципа не влечет принятие пятого. Четвертый предполагает, что агент не свободен в T плюс N, быть не F в T, то есть он не может изменить свое прошлое. А пятое – это в T плюс N нет мира, близкого в T плюс N, в котором агент является F в T. из того, что агент не может поменять прошлое, следует, что не обязательно нет такого мира, где бы он обладал другими свойствами в прошлом. Вот. Такой близкий мир может быть с точки зрения Пикака. Вот эта вот концепция близости, она дает не менее двух объяснений истинности и утверждения об отсутствии свободы. В каком-то будущем в T плюс N может не быть близкого мира, где агент пытается выполнить действие, и он успешен. Ну, возможно, он может попытаться, не может попытаться. То есть, например, он не может прыгнуть на высоту 8 футов, и второе – это такой близкий мир есть, но какой-то контрфактуал, если бы он попытался обладать соответствующим свойством, то он бы им обладал, является ложным, если свойство касается времени, которое раньше, чем T плюс N, и в это время агент этим свойством не обладал. В рамках концепции близости будет общезначен другое рассуждение, которое может быть обозначено как L+. Там у нас временные индексы будут введены для F и G. Такие вот. Первая посылка. Агент не свободен в T плюс N не поддерживать постоянное давление воздуха в кабине, например. Второе. Аномологически необходимо, что если он поддерживает постоянное давление, то температура остается постоянной. И заключение. Он не свободен менять температуру в кабине. Вот. Так, вот это рассуждение. Допустим, у нас заключение ложно. То есть, допустим, агент может поменять температуру в кабине. Вот. Ну тогда, меняя температуру, он будет менять давление. Соответственно, он будет свободен менять давление. То есть, близкий мир, где он успешно меняет температуру, является также и миром, где меняется давление. Если законы остаются теми же самыми. Законы природы. Вот это вот L, оно будет общезначимо, в отличие от более общего рассуждения L. И эта общезначимость может объяснить, почему L принимается некоторыми инкоподибилистами. Инкоподибилисты, они готовы принять L+. Нет, они готовы принять L. Более общее рассуждение. Ну и мы можем объяснить, почему они это делают. Вот с помощью наблюдения за рассуждением L+. Вот. Но на практике мы рационально рассматриваем рассматриваем только те варианты действий, для которых имеются близкие меры. То есть, мы не склонны рассматривать такие действия, которые мы, в принципе, совершить не можем. Не знаю. Я не могу при нормальных условиях, находясь на земле, просто оттолкнуться от поверхности земли и подпрыгнуть на вот эти 8 футов. Или подпрыгнуть до 10 этажа. Это невозможно. Поэтому мы такое действие не рассматриваем как рациональное. В принципе, мы не рассматриваем его как возможно. Ну, то есть, нельзя рационально рассматривать то, что, как это заведомо известно, никак не будет реализовано. Соответственно, нельзя быть свободным или несвободным относительно соответствующих факторов. Если нельзя на них никак повлиять, то какой смысл об этом вообще рассуждать. Если мы не можем прыгнуть на высоту 10 этажа, то у нас и нет никакой свободы это делать или несвободы это делать и так далее. Вот. Из тех вариантов, которые агенту открыты, будет реализован тот, который агент выберет. Если у вас есть выбор прыгнуть на 20 сантиметров или прыгнуть там на 50 сантиметров, да, и вы можете и то, и другое совершить, то вы можете решить свободно, какой прыжок вам сделать, и, соответственно, такой прыжок вы и совершите. Вот. Если реализация действия зависит от агента, то нереализация этого действия, она предполагает какую-то постановку вопроса о решении агента. Если агент действительно прыгнул там на 20 сантиметров в высоту, то мы можем сказать, что это было его действие. С другой стороны, то есть это было его решение. С другой стороны, если он не прыгнул на высоту 20 сантиметров, а что-то другое сделал, то тогда мы можем спросить о том, какое решение агент принял. Почему он не принял, например, вот это. То есть мы можем действовать иногда вопреки желаниям и ценностям, да, и свобода от какого-то фактора, она может быть желательно. А быть свободным, делать какое-то действие Афи для произвольного Афи может быть нежелательно. То есть тут со свободой есть определенные практические ограничения, особенности какие-то. Вот. Есть три фактора, которые определяют близость миров. Во-первых, близкими мирами будут называться такие миры, которые при прочих равных сохраняют законы мира, то есть законы природы те же самые. Во-вторых, при прочих равных сохраняются какие-то более устойчивые свойства и отношения систем объектов в данное время. Ну, там, не знаю, если, ну, допустим, размер слона, это достаточно устойчивое свойство, должно быть, средний размер слона. Вот. Близкими мирами не будут такие миры, где слоны слишком маленькие или слишком большие. Такие миры мы не рассматриваем как близкие. Вот. И близость еще зависит от того, что происходит за пределами той системы, для которой мы рассматриваем возможности. То есть мы рассматриваем совершение какого-то действия и рассматриваем определенный набор факторов, которые могут на это действие повлиять. Соответственно, на эти факторы тоже может что-то повлиять и нам нужно выйти за пределы вот этой вот системы. Вот. Чтобы некоторый объект мог бы быть F в какое-то время T, требуется, чтобы немного раньше этого T произошло какое-то изменение. Ну, допустим, объект не был до этого F. Вот. Немного раньше, чем T, произошло какое-то изменение, которого было бы достаточно, чтобы объект стал F с учетом законов природы. И в этих обстоятельствах не происходит никаких изменений устойчивых условий, которые подрывают применимость этих самых законов природы. Однако, говорит Пикок, вот наше приписывание свободы, когда мы говорим о том, что кто-то является свободным, то есть мы в данном случае совершаем утверждение о каких-то близких возможностях, о том, что есть близкая возможность, есть близкий мир, где этот агент совершает какое-то действие. То есть он может там попытаться его совершить, если он попытается, то он его совершит. Вот. Вот эти вот утверждения не могут опровергаться, если мы обнаружим какие-то неочевидные для нас устойчивые условия. И эти устойчивые условия они будут предотвращать появление каких-то более ранних условий. допустим, мы обнаружим, что есть какой-то материал, который нельзя красить определенный цвет. То есть там, не знаю, красным цветом нельзя покрасить. Вот. В любом случае, когда мы наносим красную краску на этот материал, она исчезает каким-то образом. Есть такой закон природы, да, что вот на этом материале красная краска не держится, она сразу исчезает. Допустим, такой закон природы существует, но мы просто о нем не знаем, потому что мы с таким материалом еще не сталкивались. Вот, соответственно, мы изначально предполагаем, что есть возможность покрасить изделие из этого материала в красный цвет, но это связано с тем, что мы просто чего-то не знаем, да. Когда мы это узнаем, мы поймем, что какие-то более ранние условия, вот это вот нанесение краски, там, да, они запрещаются нашими, вот этими законами природы, да, и, соответственно, что-то у нас там с объектом происходит совершенно другое. То есть мы не можем что-то с ним сделать. Он не может стать F каким-то. Вот. Кроме того, для того, чтобы оценивать вот это вот приписывание свободы и вообще вот эти вот рассуждения о близких возможностях в какой-то момент времени Т, нам важно учитывать, что было непосредственно перед этим временем Т. Здесь именно относительность по времени важна и по обстоятельствам, да, то есть вот что может с поездом случиться, тоже зависит от времени. Если поезд новый, то вероятность того, что он попадет в аварию, наверное, не очень высокая, потому что его на заводе проверяли, тестировали, все там комплектующие у него новые и, в общем, не изношены. А если поезд старый, то авария с ним может произойти с большей вероятностью, потому что там какие-то детали уже износились, да, и механик, например, не заметил, что деталь изношена и требует замены, соответственно, не поменял, и вот авария произошла в какой-то близкой возможности. Вот. Соответственно, полная форма утверждений, которые приписывают свободу, будет вот такая вот. Х, это некоторый агент, свободен делать действия Фи в обстоятельствах С во время Т. Вот. И близость, потому и свобода, как у нас в интуитивной концепции, да, было, это тоже вопрос степени. То есть близость миров предполагает, что есть более близкие миры, есть более далекие миры, и, соответственно, свобода, она тоже предполагает степень, человек более, ну, какой-то агент более свободен совершить одно действие, менее свободен совершить какое-то другое действие, ну, и так далее. То есть мы употребляем сравнительные прилагательные, да, и в обыденной речи мы это делаем, когда говорим о том, что кто-то там более свободен, чем кто-то другой, да, потому что мы знаем, что на него меньшее количество факторов влияет, да, соответственно, близость миров разная для разных агентов у нас оказывается. Вот. И вот эта вот степень, определяется факторами, определяется числом факторов, от которых агент свободен, которые могут повлиять на агента, но он от них, он им сопротивляется. Вот. Может быть, говорит Пикок, степень, может, степень свободы может также касаться и какого-то конкретного фактора, но и концепция близости это тоже вполне себе объясняет. Вот. Кроме того, агент имеет контроль над близкими возможностями, он может попытаться реализовать эти возможности, и если он попытается, то он будет в этом успешен, собственно, как у нас сам, ну, ближе к началу говорилось вот об определении этой самой свободы. Вот. Ну, дальше Пикок рассматривает, каким образом можно согласовать вот это вот понимание свободы с некоторыми объяснениями контрфактических утверждений. Во-первых, он говорит, что вот у Дэвида Льюиса, Дэвид Льюис, я уже упомянул, был сторонником компатибилизма, его позиция предполагает, что свобода поступить по-другому влечет за собой обязательства к некоторому чуду дивергенции в прошлом, то есть в прошлом, для того, чтобы иметь возможность поступить по-другому, должно в прошлом совершиться какое-то чудо. Вот. Это, в общем-то, объясняет то, каким образом мы можем приписывать свободу другим агентам и самим себе, но при этом от вот этого обязательства чуда хотелось бы, конечно, избавиться. Но, говорит Пикок, та концепция, которую предлагает он, эта концепция близости, она, в общем, вполне себе совместима с полным льюисовским подходом, то есть с вот этим компатибилизмом Льюиса и обязательством к возникновению чудес в прошлом и также к его анализу контрфактических утверждений. вот, то есть анализ близости, он как раз определяет условия, которые должны иметь место в некотором возможном мире, чтобы было, что я мог пойти навстречу в действительном мире. да, и вот эта вот концепция близости и анализ контрфактических утверждений, которые льюис дает, они друг от друга не зависят, они друг с другом вполне могут быть совместимы при желании, то есть можно совмещать себе концепцию близости и льюисовскую модальную метафизику. другой анализ контрфактических утверждений, которые Пикок рассматривает, это концепция Фрэнка Джексона. Вот, у Фрэнка Джексона уже нет никаких обязательств по принятию чудес в прошлом, да, ну и его концепция тоже оказывается совместимой с анализом контрфактуалов. Надо различать следующие три вида контрфактических утверждений. Если бы в Т плюс Н было так, что П, то было бы так, что Q в более раннее время Т. Если бы в Т плюс Н было так, что П, то это могло бы быть только потому, что Q было так в более раннее время Т. Если бы в Т плюс Н было так, что П, то должно было бы быть так что кью в более раннее время и вот здесь вот мы видим что отличие касается консеквента этих условных утверждений да и вот в одном консеквенте у нас было бы так что в другом это могло бы быть только потому что и в третьем должно было бы быть так соответственно разница консеквентов позволяет пикаку провести различие между первым вариантом контрафактических утверждений и вариантами 2 и 3 хотя иногда говорит пикак в литературе считается что первый вариант является первый первый тип контрафактических утверждений является лишь терминологическим вариантом 2 и 3 вот но по мнению и какая-то не так и он говорит что вот эти вот контрафактические утверждения первого вида они отличаются от 2 и 3 и он их отдельно называет как трекерами я не нашел какого-то адекватного термина в русском языке который можно использовать для перевода поэтому просто как так это кондиция это контрафактические кондиционалы бэк трекер а вот и он говорит что не пустой эмпирический говорящие о чем-то эмпирическом бэк трекер сложным в действительном мире консеквентом он является то как это пикак называет угрожающим бэк трекером угрожающим вот дело в том что угрожающий бэк трекер истинен только если имеется обратное каузальное влияние то есть у нас например там разные какие-то события в антициденте и консеквенте указаны соответственно у нас угрожающий бэк трекер будет истинным и в том случае если какие-то события в настоящем могут изменить что-то в прошлом вот ну например рассмотрим такое вот если бы я отправился на встречу в 8 часов вечера чего я делать не буду то это могло бы быть только потому что некоторые более ранние условия отличались бы от тех что действительно имеет вот здесь у нас могло бы быть только потому то есть это второй вид на кондиционал из тех которые мы рассмотрели вот такие контрфактуалы принимаются сторонникам близкой возможности то есть пикак и его возможные последователи они должны соглашаться с такими контрфактуалами и релевантные миры они никаких чудес не предполагают вот но с другой стороны если бы у нас было наоборот да если бы у нас первый вариант контрфактуала был то тогда предполагала бы что если бы я отправился на встречу в 8 часов вечера то это обязательно было бы то есть не могло быть никак по-другому только потому что там и дальше то есть это действительно имело бы место вот то есть там предполагалось бы что есть какая-то каузальная связь между будущим с одной стороны и прошлом с другой могли бы прошлое поменять вот у компатибилизма есть следующая проблема агент не может делать что-то в отношении чего прошлое было бы другим это одно из возражений инкомпатибилистов по якобы компатибилизм предполагает что агент может прошлое менять частности джон мартин фишер предлагает такой анализ утверждений которые содержат модальные выражения и такой анализ бэктрекеров согласно которому утверждение с возможностью и вот эти бэктрекеры они могут одновременно быть истины но фишер приводит пример морского волка в морской волк который никогда не отправляется в плавание в полдень если прогноз погода утром не был благоприятен но при этом фишер говорит что ну даже если прогноз будет неблагоприятен то этот морской волк все равно может отправиться в плавание и при этом кондиционал если бы морской волк от раз плавание в полдень прошлое было бы не таким как она есть на самом деле это этот кондиционал с его точки зрения истинным да ну и как говорит что в рамках концепции близости какие бэктрекеры истинными быть не могут и только истинные могут быть только кондиционалы которые не являются бэктрекерами то есть они не отрицают фиксированность прошлом только такие могут быть истины с точки зрения пика к вот его концепция близости она позволяет дать такой анализ для кондиционалов который не предполагает что мы прошлое можем поменять фишер предлагает базовую версию инкомпатибилизма который он так прямо называют базовой версии с точки зрения этой версии агент может делать какое-то действие их только если его действие может быть продолжением действительного прошлого зафиксированными законами и концепция близости в общем то она тоже позволяет объяснять такие ситуации действительно прошлое агента с точки зрения концепции близости определяет находится он в состоянии которое предотвращает существование близкого мира где агент делает x или не находится вот с точки зрения фишера агент может делать x только если есть во всем совпадающий мир до времени ты где агент делает x во время ты вот но с точки зрения пика к это слишком сильное требование поскольку если агент например видит амбар во время то это близкий мир где он видит только фасад ты будет иметь совсем другую историю то есть там не знаю люди приехали и на месте амбара фасад поставили декорацию поставили да то есть история мира должна быть другой вот не может быть вот этого самого во всем совпадения с миром с действительным миром до момента времени то тот мир который мы считаем близкой возможностью он будет обязательно иметь какую-то другую историю то есть в прошлом он должен отличаться от нашего действительно мира однако мы полагаем что агент мог бы видеть фасад а мы говорим что агент может ведь фасад он просто потому что агент в каком-то из близких миров действительно видит фасад вместо амбара вот и собственно именно то что мы предполагаем что есть такой близкий мир где агент видит вместо амбара какую-то декорацию этот мир существование этого мира и является причиной того что мы отказываем агенту в знании учитывая то что этот агент не знаешь данной местности есть и настоящие амбары и только декорации вот и аналогично говорит пикок в отношении свободы дальше пикок обращает внимание на не теоретические ограничения свободы он говорит он в первую очередь рассматривает позиции питера строссена и кристин корсгерд вот он говорит что позиция питера строссена во многом похоже на позицию корсгерд по той причине что корсгерд предложила развитие позиции строссена ну и в этой в этом фрагменте своей главы он в основном конститурируется именно на корсгерд цитирует ее строссена например не приводит а что пример он только упоминает что вот у него то же самое говорится вот они утверждают что приписывание свободы и ответственности еще у нас понятие ответственности появляются на из человек свободен что-то делать то он несет ответственность вот эти вот приписывание свободы ответственности они представляют собой манифестацию какого-то теоретического отношения то есть это выражение нашего не знаю отношения что да вот но это не теоретические убеждения эта позиция получается близка позиции эмотивизма в этике да когда мы говорим о том что некоторые оценочные осуждения не не являются истинными или ложными они не соответствуют ничему в окружающем мире у них нет никаких условий истинности никаких фактов но при этом они выражают наши отношения наше переживание там по поводу событий и так далее вот то есть когда мы говорим о том что какой-то агент свободен или какой-то агент несет ответственность потому что он совершил свободно какое-то действие например или не знаю не обязательно свободно просто несет ответственность то мы как раз таки какое-то практическое отношение выражаем портсгерд говорит о том что между свободой действия и привлечением к ответственности есть определенное расстояние то есть это не связано целиком и пиках в общем то тоже говорит о том что когда мы говорим о свободе какого-то агента мы не имеем ввиду все или ничего мы имеем ввиду степени да уже в несколько раз сегодня я сказал о том что и интуитивное понимание свободы предполагает степени свободы и пикок его концепции предполагает что близость миров может быть разная да есть более близкие миры более далекие миры если так нужно выразиться то есть есть степени свободы и степени близости миров соответственно вот ну и получается что то есть чем труднее преодолеть фактор тем дальше этот близкий мир находится то есть вот есть определенная разница между свободой и свободу действия и ответственность то есть позиция пика к в общем то согласуется с вот эти вот не теоретическим ограничение свободы который корс герд и строссом предлагают ну не теоретическое здесь имеется ввиду что это какое-то практическое отношение да не как раз что то что схватывать условия истинности дальше корс герд утверждает что ответственность не является фактом об агенте и люди по-разному оценивают ответственность какого-то агента кто-то может простить какое-то действие или поведение кто-то может этого не делать ну и пикок говорит что в общем то да так оно и есть разные наблюдатели дают разную оценку близости миров и это зависит в том числе от разных отношений наблюдателя с агентами там бывают агенты более близкие человеку и они или они могут какие-то действия этого человека прощать более с большей готовностью а какие-то например нет наоборот вот а если человек незнакомый то тогда у нас по-другому близость миров будет оцениваться дальше корс герд заявляет что приписывание свободы и ответственности они тесно связаны с отношением к агенту и соответственно прекращение общения из-за злоупотребления дружбы возможны а если человек совершает какие-то с нашей точки зрения непростительные действия но пика говорит что нет тут не совсем все так просто общение прекращается из-за того что агент совершает какие-то нехорошее действие эгоцентричен или там манипулятивно ведет себя по отношению к нам но при этом это не вопрос свободы или не свободы не вопрос ответственности безответственность то есть мы не рассматриваем вот это вот приписывание свободы и ответственности когда оцениваем действия другого человека как например нежелательные для нас соответственно перестаем с этим человеком общаться следующий параграф посвящен либертарианству начинается он с цитаты бертрана рассела которую я целиком здесь на слайде не привел но в общем цитата сводится к тому что детерминизм в общем-то верен но поскольку есть еще квантовая физика движение элементарных частиц предсказать никак нельзя ну там есть определенные ограничения да ну и получается что движение атомов тогда они не должны быть предопределены законами природы ну и значит говорит раз в мозгу как раз таки движение атомов она определяется каким-то валением нашей воли вот здесь бертрана рассла у пика как критикует дэвид уиггинс как раз таки один из тоже интересных и крупных британских философов который был викингским профессором после даммита и перед вильямсоном вот дэвид уиггинс критикует позицию раз выдают виден с вообще либертарианец он критикует позицию расла и говорит не приводит ли это к нарушениям в распределении вероятности в квантовой теории при этом да и соответственно если у нас вот источник валения это что-то нематериальное что-то там какой-то ментальная агента то тогда вообще получается картезианство какое-то вот и нам не нужно сводить валение до каких-то небольших толчков извне мира говорит викингс требуется другое объяснение для нашей воли вот ну пикок в общем-то говорит о том что если вот этот аргумент который виггинс предлагает по поводу валения и влияние на квантовые феномены вообще верен то тогда это создает проблему для либертарианства даже если либертарианство не предполагает какую-то вот эту картезианскую мифологию когда извне мира какие-то толчки меняют состояние физических объектов достаточно всего лишь допустить что ментальное состояние или события супервентны на физических состояниях событиях причем здесь под физическим имеется ввиду не только мозг но и окружение еще пусть у агента есть выбор между действием типом а и действием типом б допустим нельзя выбрать оба можно выбрать только а или только бы вот пусть с индексом а это физическое состояние на которые на которых супервент на а rb это соответственно физические состояния на которых супервент на до выбора нахождения в состоянии из с а или sb имеет мы имеем какие-то определенные имеются какие-то определенные вероятности которые на самом деле на практике говорит и как рассчитать нельзя эти вероятности определяют будем мы находиться в этом состоянии или не будем вот но и либертарианство говорит о том что полная свобода выбора это полная неопределенность да у нас там с точки зрения либертарианство с детерминизма вообще проблемы очень серьезные вот но значит ли это что агент может выбрать любое действие какое угодно действие с какой угодно частотой вот ну это будет против воречить вероятностям которые из квантовой механики у нас потекают ну и значит возражение виггинса к позиции рассела равным образом применимые к либертарианство видеть возражал позиции раз о том что раз русская точка зрения предполагает что у нас вероятности будут меняться ну и соответственно то же самое у нас и в рамках либертарианство происходит можно задать вопрос совместима ли либертарианство с определенными вероятностями нахождения в состояниях с а или состояниях sb и совместима ли либертарианство с многими агентами которые принимают независимые решения представляется и как у что вот позиция рассела угрожает только случай когда у нас есть какая-то подлинная независимость агентов они не сообща до каждый по отдельности принимают свободное решение причем эти решения абсолютно друг от дружки не зависят и они являются свободными вот и тогда неясно как следует различать частоты вот этих вот действий с частотами которые постулируются квантовой механикой вот ну и в таком случае получается что как минимум обоснованность аргумента викинса является спорным дальше либертарианство предполагает что решение принимается свободно так как имеется какое-то микросостояние то есть состояние микромира которое не определяется предыдущими условиями ну и если датерминизм вложен то общем так оно и есть есть какие-то состояния которые предыдущими состояниями не определяются однако либертарианцы утверждают что неопределенность микро состояние и делает решение свободным но тогда получаем что либертариант по не согласуется с интуитивными представлениями о свободе. Потому что если бы агент, который принимает свободное решение, принял другое решение в соответствии со своей свободой, то мотивы в пользу этого другого решения были бы действующими при принятии этого решения. Но если верна индотерминистская теория микросостояний и возможны два варианта действия при начальных условиях, то нельзя действительно сказать о нереализованном варианте, что если бы он был реализован, то в его реализации участвовали бы другие факторы, отличные от тех, которые участвовали в реализации фактического варианта. При этом компатабилизм Пика к этой проблеме не подтвержден, поскольку он не допускает недетерминистскую микротеорию. Пика говорит, что детерминизм все-таки имеет место. Это верное объяснение природы. А свобода решения, она состоит в существовании какой-то близкой возможности другого положения дел, начальные условия которого тоже различны, потому что и история этого мира тоже различается от действительного. Соответственно, можно сделать три вывода. Во-первых, вероятностная микротеория для либертарианской свободы настолько же опасна, как и классический детерминизм, с которым либертарианство старается спорить. Либертарианская теория может быть слишком ненатуралистичной. Например, она предполагает, что законы природы как-то волонтаристски меняются агентами. Агент хотел поступить по-другому, значит, взял и нарушил законы природы просто. И если нельзя согласовать детерминистские и индетерминистские теории с либертарианством, то получается, что либо мы не свободны, либо либертарианство ошибочно. Это, говорит Пикок, такая современная разновидность вилки Юма, но при этом Пикок не заключает, что для свободы требуется детерминизм. Позиция Юма как раз говорила о том, что без детерминизма никакой свободы быть не может. Вот эта особенность компатибилизма Юмовского. Пикок говорит, что такого отношения в его концепции нет. Пикок предполагает, что свободный выбор может быть рационально объяснен, даже если мы допускаем недетерминированный взгляд на каузальное объяснение. Тут есть знаменитый пример случаев бурданового осла, осел, который не может выбрать между двумя хапками сена, которые на равных расстояниях от него находятся, и этот осел просто умирает от голода. Но при этом Пикок обращает внимание, что в практической плоскости мы всегда успешно делаем выбор. Мы не являемся бурдановыми ослами, мы успешно выбираем, и этот выбор может быть свободным, но при этом объяснение какое-то будет субперсональное. Оно не будет рациональным психологическим объяснением, почему мы выбрали что-то из двух равных возможностей, почему мы выбрали одну возможность от них другую, когда у нас не было никаких оснований, никаких мотивов, никакие факторы дополнительно на нас не влияли. Мы это можем сделать просто каким-то нерациональным способом, и, соответственно, даже рационального объяснения быть не может этим действием. Точнее, может не быть. С точки зрения Пикок получается, что свободе не требуется ни детерминизм, с одной стороны, ни индетерминизм, с другой. Но есть еще такая иллюзия необходимости индетерминизма, говорит Пикок. Когда рассуждают о свободе, есть такая иллюзия о том, что для того, чтобы быть свободным, детерминизм должен быть ошибочен. И эта иллюзия обусловлена, во-первых, убеждением, что анализ выражения могло быть сделано по-другому, он предполагает индетерминистскую интерпретацию, то есть модальность там должна пониматься каким-то индетерминистским способом. И, кроме того, эта иллюзия обусловлена фактом того, что когда агент рассматривает разные мотивы для разных действий, то при прочих равных нет какого-либо психологического закона с точки зрения психологии здравого смысла, определяющего, что агент выберет или сочтет наилучшим один вариант, а не второй. При этом, конечно же, надо упомянуть, что есть какие-то импульсивные, но при этом свободные действия, которые, естественно, в психологии здравого смысла никак объяснены, легко быть не могут. Ну и вот эпистемология свободы. Условия истинности мы уже определили, это наличие близких миров, выполняющих определенные требования. То есть условия истинности приписывания свободы делать фи агенту, который выполняет условия разумности, предполагает, что есть вот эта близкая возможность, где агент пытается сделать действие фи, и этот агент сделал бы фи, если бы он попытался это сделать. Вот, приписывание свободы от третьего лица предполагает вот эту вот имплицитную какую-то концепцию свободы, то есть условия истинности вот этих, и этот подход поддерживает связующий тезис из второй главы. Связующий тезис утверждает, что есть какой-то класс понятий, каждый элемент которого может быть частично или полностью индивидуирован через условия, определяющие знания субъектам определенных содержаний, включающих эти понятия. Там большой такой список, какие требования должны выполняться для того, чтобы некоторые убеждения нашего рационального агента считалось знанием. Если хотите, можете в второй главе еще дополнительно посмотреть. Ну вот, и всякое понятие является у нас либо понятием, которое индивидуируется через условия, определяющие знания, либо в конечном счете они индивидуируются частично отношением к понятиям, которые индивидуируются через отношение к знаниям. Вот, то есть связующий тезис, он связывает нас с понятием знания как раз. Вот, и получается так, что мы легко можем узнавать о свободе других агентов, которые от нас отличаются. Нам достаточно просто помыслить себе некоторую близкую возможность, где эти агенты пытаются сделать какое-то действие, и сделали бы их, если бы попытались, в принципе. Вот, но это подход касается приписывания свободы от третьего лица, и, говорит, Пикакон недостаточен для подхода к приписываниям свободы от первого лица. Обычно нам кажется, что мы свободны произвести несколько разных вариантов действий. Это такая феноменология, как бы, феноменология свободы. Ну, тут Пикак цитирует нескольких авторов. Там, в частности, Уильям Джеймс, который говорит о впечатлении сознания того, что альтернатива также возможна, как и то действие, которое мы совершаем. Там он цитирует еще Сэмуэля Джонсона, это британский писатель 18 века, который говорит, мы знаем, что мы свободны, и, в общем, на этом все. Вот, ну, это впечатление свободы, это часть феноменологии каких-то наших обыденных рассуждений, какого-то нашего обыденного опыта или, может быть, обыденного сознания. Не знаю, как-то более корректно сказать. Вот эти вот впечатления свободы, они обычно играют две роли, и каузальную, и рациональную роли. Вот, поэтому решение проблемы интеграции для свободы от первого лица должно учитывать вот эти вот две роли, то есть и каузальную, и рациональную. Вот, соответственно, решение для, задачи для решения проблемы интеграции, для приписанной свободы вводы от первого лица следующее. Во-первых, нам нужно одновременно объяснить неубедительность впечатлений свободы. Это эксперимент Пенфилда с вживленными в мозг электродами, когда дается разряд и агент принимает спонтанное решение что-то сделать. С одной стороны, вот эти впечатления свободы, они не должны быть убедительными. Мы знаем, что мы можем ошибаться. Если вдруг нас током ударит, мы примем решение совершить какое-то действие. Это значит, что мы ошибаемся. Наша феноменология неправильна. И с другой стороны, нужно объяснить еще и способность в определенных случаях приходить к знанию о собственной свободе. Почему-то в каких-то случаях, когда нас электричеством не шибает в мозг прямо, мы действительно обладаем знанием о собственной свободе. И вторая задача – объяснить, как вот эти впечатления свободы могут играть роль в достижении знания о свободе от первого лица. Для каузальной теории знания о свободе требуется что-то действительное. И таким является как раз впечатление свободы, но не близкие возможности, потому что они не являются действительными. Это впечатление свободы, оно в этом вот мире находится, да, и мы можем находиться в какой-то каузальной связи с этими впечатлениями свободы, или, по крайней мере, впечатление свободы находится в каузальной связи с какими-то другими событиями. но при этом близкие возможности ни в какой каузальной связи не находятся, потому что это просто другие возможные миры, и никаких каузальных связей с ними нет. Поэтому такое объяснение, естественно, с точки зрения каузальной теории знания, в общем-то, не проходит. И здесь Пикок рассматривает еще один мысленный эксперимент. Он говорит, давайте допустим, что вот есть некоторый стол, на столе стоит ваза, на краю стола стоит ваза. Мы знаем о том, как ведут себя вещи с точки зрения законов физики. Мы знаем, что если кто-то пройдет рядом с этой вазой, то эта ваза может от каких-то колебаний воздуха, например, пошатнуться, упасть и, соответственно, разбиться и так далее. И получается так, что вот наше знание какой-то интуитивной механики и эволюционный отбор, то есть мы выработали какие-то принципы, которые позволяют нам объяснять поведение окружающих объектов, они достаточно успешны, наше объяснение поведения окружающих объектов, потому что мы выжили, иначе бы мы не выжили с точки зрения эволюционного отбора. Они позволяют нам предсказывать некоторые возможные события, хотя они не являются актуальными. Мы можем говорить о возможном падении вазы, если мы видим, что ваза как-то стоит определенным образом совсем на краю стола. При этом ваза, конечно же, не падает, не разбивается в действительном мире, но при этом мы знаем о том, что такое возможно, и можем даже приблизительно оценить вероятность. И вот это модальное знание о воспринимаемых объектах, оно возможно, но оно отличается от знания о нашей свободе. То есть интуитивная механика, она представляет собой часть содержания убеждения о воспринимаемых объектах, но не часть субъективного опыта. А с другой стороны, наши впечатления о свободе, они являются частью субъективного опыта, но при этом они не являются содержанием убеждений о том, что мы можем в окружающем мире найти. И здесь Пикок упоминает такого бельгийского психолога, я не знаю, как правильно его передать на русском языке, я передал Альбер Мишо. Вот это вот Альбер Мишо, он говорит о том, что впечатление о каузации, то есть вот это вот часть некоторого опыта субъективного, как он говорит, которые могут поддерживаться или отвергаться, исходя из суждений. То есть впечатление каузации является впечатлением о том, что имеет какие-то контурфактические следствия, да, вот мы смотрим на вазу, которая стоит на краю стола и говорим о том, что эта ваза может упасть в какой-то момент времени, если какие-то условия будут соблюдены. Вот, и это впечатление может быть ошибочным, да, мы можем неправильно оценить, мы не знаем, действительно ли ваза упадет, потому что она вообще приклеена к столу там и стоит себе достаточно прочно, никакие дуновения воздуха ее с места не сдвинут. Вот, соответственно, мы можем, конечно же, ошибаться. Вот, ну и в этом впечатлении о каузации схожи с впечатлением о свободе, да, то есть мы нашли, почему наше впечатление о свободе похоже на впечатление, о каузации, по крайней мере, с точки зрения Альбера Мишо. Вот, ну и, говорит Пик, как естественный отбор опять привел к тому, что наши впечатления о каузации достаточно надежны, чтобы гарантировать выживание и успех. Тогда у нас получается, что в решении проблемы интеграции для свободы имеется одно затруднение. Для случаев модальности прошлого и разных всяких свойств нас самих, ну, там имеется в виду знания о самих себе, не только возможно, но и действительно знания, которым мы обладаем. В случае же свободы у нас имеется свидетельство здравого смысла, да, вот это наша, там какая-то феноменология свободы, допустим, а также аргумент естественного отбора, то есть мы говорим, что если бы мы свободой не обладали, то, вероятно, у нас было бы меньше шансов выжить. Мы рассматриваем возможности, которые являются близкими, и рассматриваем только те возможности, которые не затратно рассматривать. То есть мы не рассматриваем в качестве возможности, там, что я сейчас подпрыгну при прочих равных и допрыгну до десятого этажа, да, это я не свободен это делать. И тут как бы вообще вопрос о свободе, не свободе, точнее, нет. Не могу это просто сделать. Вот. Однако имеется и равным образом общие аргументы, которые свободе угрожают. В частности, субъективное впечатление о свободе происходит из некорректного перехода, то есть мы имеем впечатление о нашем приятии решений, и поэтому из этого мы выводим впечатление о том, что существуют какие-то близкие миры, где соответствующие действия были нами совершены, если мы попытались. Вот. И вопрос действительной свободы, а невозможности вряд ли может быть решен на основе каких-то очевидных истин и философской теории, говорит Пикок. Ну и в заключении он такую своего рода примирительную или смирительную даже позицию занимает. Он говорит, что вот эта концепция близости, это концепция метафизической свободы, в которой свобода является доступной разуму возможностью и которая делает различие между свободой и несвободой эмпирическим вопросом. Это четвертый вид решения проблемы интеграции, как в самом начале я говорил. То есть этот вариант предоставляет нам только замену, какой-то суррогат, а не полные условия истинности для, соответственно, утверждений, приписывающих свободу. Однако это ревизионное объяснение, ну это объяснение является ревизионным лишь в смысле того, что оно исправляет ошибки. Вот если мы себе, допустим, мы мыслим себе общество, которое верит, что есть абсолютное пространство, абсолютное движение и абсолютный покой. Ну вот, типа, придерживаются там аристотельской физики, например, они. С точки зрения современной физики, даже вот еще с точки зрения физики Ньютон, мы знаем, что никакого абсолютного покоя нет. Ну, соответственно, там абсолютного движения тоже. С точки зрения Аристотеля все тела стремятся к покою, к тому, чтобы занять вот это положение абсолютного покоя. С точки зрения Ньютоновской физики получается, что все тела движутся и никогда не покоятся. Вот, допустим, есть такое общество, которое верит в абсолютное пространство, абсолютное движение и абсолютный покой. И если мы даем им современные современные объяснения физических явлений, то эти решения, эти наши представления будут, конечно, ревизионными, но в смысле того, что мы исправим ошибки, которые допускают в рассуждениях вот эти вот участники этого общества. Ну, в конце концов, Пикак заявляет, что проблема свободы, вообще говоря, трудна, и нам остается лишь какое-то философское смирение. У нас есть концепция близости, и, к сожалению, говорит Пикак, большего мы достичь не можем. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Если у вас будут вопросы, я попытаюсь на них ответить. Спасибо, Лев. Очень содержательный доклад. Вот мне хотелось бы узнать концепция близости, она ведь как-то зависит от физики нашего мира, от законов физических нашего мира, и только ли физических. Ну, если только физические миры определяют все... Ну, то есть, если все законы природы являются лишь физическими законами, то тогда она целиком зависит от вот этих физических законов. То есть там намологическая необходимость имеется в виду, что это законы природы. Может быть, законы природы больше, чем законы физики, кто знает. Спасибо. Ну, да. Но это интересно для следствия в отношении семантики возможных миров. Потому что семантика возможных миров получается не какая-то чисто логическая. широкий вариант зависимости, когда не только физика, но, допустим, и биология, и психология включаются в ту самую природную, каузальную зависимость. Она дает наиболее интересный вариант, но и в то же время наибольший выход за рамки чистой логики в рамках семантики возможных миров не так кажется. Ну, возможно, но здесь надо только учитывать, что тут, конечно, не о семантике возможностей миров вообще ведется речь, а только об объяснении, о применении семантики возможностей миров к объяснению утверждения о свободе. Мы говорим, что агент свободен, если есть близкий мир, который с теми же самыми законами природы. Мне кажется, собака глубже зарыта. То есть, каким-то образом семантика возможных миров предполагает наличие общности законов. Другой вопрос, в какой степени и каким именно образом семантика возможных миров это предполагает. Но, мне кажется, это изначально присутствует в любом варианте семантики возможных миров. То есть, Пипи, как делает, это просто более явным образом в своей теории близости. Мне кажется, семантика возможных миров работает только там, где логика ограничена, по крайней мере, физикой. По крайней мере, физикой. Честно сказать, мне пока не совсем понятно, каким образом это возможно. Ну, хорошо бы иметь чистую игру, когда у нас имеется набор объектов, словарь, как Баркан Маркус или еще что-то в этом роде. Но это получается немножечко как бы выхолощенная игра, которую достаточно сложно адаптировать к тем или иным приложениям, если бы мы посмотрим в сторону Крипки, то у него уже что-то предполагается в отношении общности законов этих игр, так скажем. Какие-то единые законы для этого набора игр. Ну, явно они вроде бы не формулируются, но, как мне кажется, уже предполагаются в крепкианском подходе. Оттого она работает. А здесь просто в еще большей степени мы видим, что семантика возможных миров это не логика, ну, по крайней мере, не чистая логика. это логика за определенными ограничениями. И у Пикока это, мне кажется, достаточно выпукло в его концепции близости возможных миров. Ну, да, это логика с определенными ограничениями, но вот эти ограничения, они как раз получаются содержательные. То есть у нас есть бессодержательная какая-то логическая концепция, мы с помощью нее пытаемся выразить какие-то содержательные представления, да, наше интуитивное понимание о том, что только свобода. И вот у нас получается, что мы вынуждены ограничить нашу, ну, вот, чистую логику какими-то принципами для того, чтобы утверждения о... утверждения, приписывающие свободу агентам, они соответствовали нашим интуитивным представлениям о том, что такое свобода. Да. Ну, и еще одно соображение, как бы хочется воскликнуть мухи отдельно, котлеты отдельно. То есть, когда мы говорим о каузальности и берем физику в широком смысле слова, включая сюда и психологию, это прекрасно. Но когда мы говорим о свободе, мы говорим на другом совершенной языке. Свобода – это, как бы, феномен, который относится к уровню... к уровню вторичных приписываний в рамках ментального, если выражаться в словаре самого Пикака. Это вторичные приписывания в рамках ментального. Вот. Это уже не котлеты, это уже мухи. Ну, вот. Как-то этот момент вроде бы недостаточно подчеркнут, или мне показалось, может, я не увидел что-то. Ну, то есть, вы хотите сказать, что концепция близости Пикака представляет собой компатибилизм именно по той причине, что свобода воли – это одни вопросы, детерминизм – это другие, они друг другом не связаны и не противоречат друг другу, и именно поэтому это позволяет именно компатибилизм и позицию выдвигать. Ну, я не заметил, что такая осознанная позиция Пикака. У него подобного разграничения в явном виде я не заметил. Но из всего вроде бы вытекает, что оно должно быть. тогда компатибилизм, конечно, вполне здравая позиция, но она держится на том, что мухи отдельно, а котлеты отдельно. Может, я не прав? Ну, как бы существование на уровне вторичных ментальных приписываний – это не то же самое существование, которое мы имеем в отношении объектов возможных миров, связанных с законами физики. мировоззрительных 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 не связанных и не связанных друг с другом концепций, что ли? По крайней мере, это так, наверное, должно быть в конечном счете, хотя хочется возможности связи искать, исследовать. может быть, это какое-то неправильное желание, не знаю, не знаю, я боюсь судить здесь окончательно. Так, вот Анна хочет что-то сказать. Вот, во-первых, у меня есть желание выразить какие-то очень позитивные впечатления от этой главы, потому что из того, что ранее мне было известно по проблеме свободы воли, как-то вот ни одного хотя бы сколько-то приемлемого интуитивно компатеблистского решения я как-то не помню, а вот вариант пикака ну, вроде бы не противоречит импуиции. Вот. Но я некоторые моменты не вполне поняла. Вот, в частности, про то, что есть разница между тем, чтобы сказать, что агент свободен выполнить какое-то действие и тем, чтобы сказать, что он свободен не выполнять его. И еще по поводу бэктрекеров. Вот пример мой любимый. Скажем, человек в какой-то момент взросление выбирает себе какую-то карьеру. Ну, не знаю, решил он там бухгалтером стать или кем-то. Но при этом значит, у него были другие варианты. Например, он всерьез раздумывал о том, чтобы стать космонавтом. и там оценивал свои возможности в этом плане и пришел к тому, что он мог бы им быть. Однако, он решил стать бухгалтером. И тем не менее, время от времени он думает о том, что он мог бы выбрать другое, он мог бы быть космонавтом. Ну, и как-то вот эта возможность, она вызывает в нем некоторые положительные эмоции, гордится ли он что ли, тем или как. Но потом в какой-то момент в своей взрослой жизни он узнает, например, что у него есть редкий и малоизвестный порог сердца, который препятствовал бы ему стать космонавтом, если бы он это выбрал. Получается, что он уже должен сказать, что он, несмотря на то, что он в свое время свободно выбрал стать бухгалтером, то есть не стать космонавтом, выбор стать космонавтом свободно он бы не мог совершить. Значит ли это, что он должен пересмотреть свое суждение относительно того, что он свободно выбрал не стать космонавтом или как эту всю ситуацию надо вообще понимать с точки зрения ПИКК. Так, ну давай с первого вопроса начнем. Значит, свобода, как еще раз у тебя звучало? Насколько я помню, там было так, что свобода, значит, если мы говорим, что человек свободен сделать что-то, то из этого не следует, что мы должны также сказать, что он свободен не делать этого. Ну вот, я нашел, это значит на 312 странице у него в книжке, буквально в самом конце, буквально он пишет, никто делает что-то свободно, только если он свободен не делать это. И факт, что кто-то действительно и намеренно делает что-то, и поэтому свободен делать это не влечет за собой, что агент свободен не делать этого. А, то есть тут связь не между свободой действия и свободой воздержания от него, а между тем, что агент делает это намеренно и тем, что он в конечном счете делает это свободно. То есть если перейти к моему примеру, то можно сказать, что человек намеренно выбрал не быть космонавтом, но тем не менее он на самом деле не был в этом свободен. Ну, он, значит, есть некоторый факт, что этот человек действительно и намеренно выбрал стать бухгалтером, поэтому он был свободен стать бухгалтером, но из этого не следует, что он свободен был не стать, не сделать этого. Вот так получается. Нет, ну, надо полагать, что он мог бы быть кем-то другим, не бухгалтером, а там, скажем, фотографом, но космонавтом он быть бы не мог, даже если бы решил им стать, попытаться. Ну, да. Тут еще сложные моменты. Бытие космонавтом не исключает быть я бухгалтером и так далее. Ну, как я понял, все-таки свобода не делать что-то, она получается более фундаментальная из того отрывка, который Лев только что зачетал. там из-за низ. То есть, если перефразировать с не быть космонавтом, тогда, да, действие не быть космонавтом, тогда получается, что вот агент намеренно выбирает не быть космонавтом, он свободен это сделать, не быть космонавтом, но из-за этого не следует, что он свободен быть космонавтом. Вот это странно. Мне кажется, мы забываем о том, что есть много путей стать космонавтом, в том числе таких путей, которые вот этот человек, который не может стать космонавтом из-за своего порока сердца, мог бы изобрести, будь у него на то воля и желание. Не, ну, это как бы несколько размывает вопрос. Давайте рассмотрим такой, ну, как бы, как это сказать, restricted вариант, такое пространство миров, где существует только такой способ быть космонавтом, который требует наличия у человека здорового сердца. Ну, а в каком смысле требует? Если это нормативное, то тут у нас метафизика более жесткого вида. Ну, например, он просто тренировки не выдерживает с пороком сердца. Ну, да, тогда не совсем ясно, что значит стать космонавтом. Стать космонавтом это значок получить или открываться в космос? Ну, положим, что в этом мире людей не отправляют в космос без предварительных тренировок. Ну, потому что... Нормативность опять. так, ладно. Ну, давайте тогда скажем, что, например, невесомость на человека... Ну, нет, не знаю. Короче, можно рассмотреть такие варианты, при которых у него физически нет возможности стать космонавтом пока он обладает этим пороком сердца. Ну, не знаю, мне кажется, тут ситуация примерно такая же, как и спрыгнуть с Останкинской телевышки. Каждый человек свободен спрыгнуть с Останкинской телевышки, но мы почему-то это не делаем. И там есть еще охрана, которая не дает это делать. Ну, охрана охраной... Ну, а порок сердца такая же охрана. Тоже есть какие-то внешние люди, которые говорят, нет, вот пока ты порок сердца свой не преодолеешь, мы тебя не пустим никуда. Ну, да, допустим, хорошо. Ну, так получается в итоге, что он не был свободен в своем выборе отказаться от карьеры космонавта, хотя ему казалось, что он свободен. А вот тут, кстати, есть нюанс. Мне кажется, быть космонавтом и сделать карьеру космонавта, это разное. Вот сделать карьеру космонавта у него бы, скорее всего, не получилось. Но стать космонавтом он может при этом. Ну, то есть он может построить в конце концов ракету и полететь на ней. Не знаю, заработать кучу денег, купить себе остров где-нибудь в Тихом океане, сделать там ракету и полететь на ней в космос. Ну, и умереть там, соответственно, из-за порога сердца своего. Тут как бы никто ему не может уже помешать, да? Так, нет, а если условия таковы, что он не доберется до космоса, даже если он построит ракету сам и обойдет все нормативные ограничения, он умрет еще на взлете? Наверное, разные можно ракеты строить. Где нагрузки такого вида или другого, компенсация, какая-нибудь аппаратура, которая компенсирует нагрузки. Не знаю, можно себе помыслить, что есть приборы, которые поддерживают жизнь таких нагрузок. ну, если попытаться вернуться к пикоку, то мне кажется, что когда мы изобретаем все вот эти все более и более хитрые варианты, то мы просто должны сказать, что все эти миры, в которых эти варианты реализуются, очень далеки от того мира, в котором находится этот человек актуально. Поэтому по пикоку мы не должны все-таки говорить, что это случай свободного выбора, потому что он говорит именно о близких возможностях. Ну, это очень далекая возможность, да, там пикок также говорит о том, что вопрос свободы это не вопрос все или ничего. То есть ты либо свободен, либо нет. Ну, тут разные степени. Просто он менее свободен быть космонавтом, но более свободен быть бухгалтером. Понятно. То есть получается, что он менее свободен, чем сам об этом думал в том, чтобы не быть космонавтом. Ну, возможно, так, да. Ну, и получается, что он может теперь задним числом объяснять свое решение еще вот как раз эволюционным отбором. То есть он не стал тратить ресурсы на достижение очень далекой возможности. Взял что-то более близкое. Ну, и не создает ли это тогда как раз тот самый бэктрекер, что вот значит человек узнав чего-то или как сказать, в общем, ну, да, в сущности, вот события, у него нашли этот порог сердца. И это событие, оно как бы меняет характеристику того события, которое произошло в прошлом. То есть степень свободы его поступка, его выбора. Ну, мне кажется, нет, потому что вот эти вот бэктрекеры, которые угрожающие бэктрекеры, они говорят не о свободе поступка, да, они говорят о фактических свойствах каких-то, да, то есть если вот в будущем, если бы в будущем было так, что он обладает пороком, он узнал, что он обладает пороком сердца, то, ну, там, я не знаю, выработался у него порок сердца, допустим, его не было там раньше, да, то тогда должно было бы быть так, точнее, было бы так, что в более раннее время он каким-то другим свойством обладает, которое связано с этим. Ну, то есть вот эти вот угрожающие бэктрекеры, там именно о каузальной связи между какими-то событиями, да, или, не знаю, объектами. то, что он узнал, что у него есть порок сердца, и, соответственно, это бы помешало ему сделать карьеру космонавта, оно никакой обратной каузальной связи, в общем-то, не оказывает. Ну, то есть прошлое не должно измениться из-за этого. Ну, да, не должно, но меняется, то есть если свобода обладает какой-то антологией, а, ну, да, меняется эпистемология, то есть меняется наше представление, наше убеждение относительно свободы, а сама свобода не меняется. Ну, да. Да. то есть мы находимся в мире, где он не стал космонавтом, в будущем этого мира. В прошлом был какой-то близкий мир, где он стал космонавтом. Сейчас оказалось так, что этот близкий мир является очень далеким, но в действительном мире из-за этого ничего не поменялось. Ну, да, он же говорил, что близость миров – это оценка, которая зависит и от агента, и от его убеждений, и от его отношения с тем, о ком идет речь. Получается, что, да, просто он раньше этот человек оценивал мир, где он стал космонавтом, как близкий, а теперь оценивает его по-другому. Не потому, что что-то изменилось фактически, а потому, что изменились его убеждения. Ну, да, какое-то новое знание получил и пересмотрел. «Самого-то тебя пикокс умел сделать компатибилистом в результате этой главы или нет?» Меня, не знаю, я остаюсь колеблющимся, честно сказать. Меня не убеждают его аргументы об иллюзии того, что свобода требует индетерминизма. Ну, да, они тоже, да, к ним хочется присмотреться повнимательнее, но, по крайней мере, на поверхности никаких грубых нарушений там нет. Как-то. Ну, это интересно, по крайней мере. вообще, мы ведь поняли, что свобода это, если говорить, если перефразировать Сократа в устах Платона, это трудно. Ну, в общем, да, свобода это действительно трудно. Это, пожалуй, самый главный фракт, который я для себя сделал, прочитав эту главу. Трудно в смысле того, что мы не можем добраться до полноценных условий истинности приписывания свободы. У меня еще был вопрос небольшой, может, даже несколько банальный. Помнишь, ты вначале говорил, что Пикок говорил о том, что нужно разграничивать разные виды детерминации, и я вот забыла, как он первый сформулировал, а второй назывался рациональная детерминация. как-то так. Было что-то ведь такое? Да, каузальная и рациональная. Вот, рациональная детерминация. Я тут периодически выпытала за время твоего доклада, потому что интернет пропадал, но мне так показалось, что он фактически ничего особо не говорит про рациональную детерминацию в итоге, то есть все, что он обсуждает дальше, это вот эта самая каузальная детерминация. Правильно? Ну, да нет, он как бы не учит, ну, тут нельзя, наверное, сказать, что именно такой вид детерминации обсуждается, или именно другой, когда мы о свободе говорим, потому что там он много примеров, в самом начале тоже приводит, о том, что вот это вот рациональное, она тоже многое определяет, да, и какой бы мы фактор не учитывали, всегда у нас может быть или такая, или другая, а может быть даже и та, и другая сразу же детерминация. То есть разные факторы, возможно, которые влияют на свободу наших действий, да, и вот там пуритане, которые, допустим, в соответствии со своей религиозной верой, они запрещают себе действовать в соответствии со своими желаниями, например, то есть это некоторая рациональная детерминация, вот они запретили себе. Ну вот, кстати, с пуританами, мне кажется, это не очень хороший пример, потому что они же ведь сами запрещают. Ну, да, они это делают на основании того, что они верят, что Богу такие действия не угодны, но, но, в общем, в этих действиях нет ничего для них как невозможного с каузальной точки зрения, так и непредставимого с рациональной точки зрения. они могут вполне рационально рассматривать эту возможность и прийти к заключению, что они и физически могли бы действовать так, но они просто делают другой выбор на основании того, что вот у них такие-то убеждения о том, как надо действовать. Ну, у них есть убеждения, например, не заниматься свальным грехом, ну, соответственно, они ограничивают свои желания это делать, вот, как-то так. они не свободны заниматься свальным грехом, потому что у них есть определенные убеждения. Ну, нет, это же совершенно другой случай, чем тот, когда мы, скажем, не свободны мыслить противоречия. Мы просто не можем мыслить противоречия, потому что у нас есть рациональные ограничения определенного рода. А в Британе они способны заниматься свальным грехом, но решают сознательно и свободно, как мне кажется, этого не делать. Так вот, как раз сейчас. Во всяком случае, во всяком случае, этот мир может быть достаточно далек от того мира, где они находятся, то есть им надо, может быть, было бы изменить свою веру для того, чтобы этот мир, ну, для того, чтобы в тот мир перейти, но он не является совершенно изолированным. Он не является совершенно изолированным, но при этом здесь детерминация не причина следственная. Детерминация, потому что они таких убеждений притяживаются и так вот рассуждают. Мне кажется, это никакая не детерминация вообще. Ну, почему? Есть фактор у них, который оказывает влияние на свободу их действий. Этот фактор вот религиозные убеждения. Ну, можно сказать и так, конечно, но тогда вообще любые убеждения, даже не обязательно столь фундаментальные и настолько как бы жесткие, как религиозные, тогда любые являются фактором рациональной детерминации. Ну, да, в общем-то, Пикок так и говорит, что любые убеждения запрещают, да, ограничивают нашу свободу. Чем больше у нас убеждений, тем сильнее мы свою свободу ограничиваем. А вот всякие законодательные запреты, они относятся к какому виду детерминации или это комбинированный тип? А вот сложно сказать. Пикок по этому поводу ничего не говорит конкретно, но тут только можно догадываться. как бы тут нету прямой такой необходимой каузальной связи, как в случае с физическими событиями. А если человек не знаю попадет под поезд, например, то вероятность того, что он останется жив, в общем, очень-очень маленькая, настолько маленькая, что мы можем ей пренебрегать. Но в случае с нарушением закона возможность того, что человек избежит наказания, все же намного выше. То есть не знаю, мне кажется, каузальная детерминация предполагает, что у нас обязательно какие-то события влекут другие события. А вот здесь у нас ситуация немножко другая. Может быть, это комбинированная. То есть у нас есть убеждение, что мы не хотим нести ответственность. Ну, можно, да, так ограничивать. Тогда это рациональная детерминация. Но при этом мы можем, например, быть убеждены, что, например, мы, конечно, не хотим нести ответственность, но мы верим, что мы сможем ее как-то избежать. Тогда этот фактор не будет влиять на наши действия. Действительно ли мы избежим ее, это уже не всегда от нас зависит. Нас могут все же поймать и наказать. А с точки зрения возникновения законодательных запретов, то есть юридические нормы уже формулируются людьми, исходя из их убеждений, с одной стороны, с другой стороны, когда ты определяешь, как поступить для себя лично, ты же не являешься субъектом права, ты же не являешься законодателем. Ну да, видимо, можно тогда говорить о том, что нормативные акты представляют собой обобщение каких-то рациональных детерминаций отдельных агентов на целое общество. То есть у каждого нормативного акта есть какой-то автор. Этот автор сформулировал данный нормативный акт в соответствии со своими убеждениями, то есть с точки зрения своей рациональной детерминации какой-то. И он хочет, чтобы теперь все участники данного общества, которому он принадлежит, они выполняли эти требования, то есть тоже были также рационально детерминированы. А вот в случае, если у человека есть два убеждения, полученные из разных источников, которые противоречат друг другу. Ну, в общем, если рассматривать убеждения, как все вообще убеждения, как фактор детерминации, тогда можно сказать, что в этом случае детерминации значит в общем она осуществляется вопреки законам логики. То есть если мы, допустим, находимся в рамках классической логики и говорим, что человек неизбежно должен выбрать либо какое-то действие, либо воздержание от него, но при этом у него есть два убеждения, одно из которых запрещает ему действие, а другое запрещает воздержание. Вот. И получается, что у него вообще нет никакого способа действия, в общем, способа бытия дальнейшего, который не был бы запрещен. Как с этим быть? Ну, возможно, эти запреты разного бытия относятся к разным по статусу нормативным актам, например, и тогда, соответственно, у нас получается, что мы должны выполнять тот, который более важен. Ну, например, Конституция важнее, чем уголовное право, значит, мы в соответствии с Конституцией должны действовать. И даже если это является преступлением с точки зрения уголовного права. Но это в идеальных какой-то ситуации. Ну, а если они совсем равнозначны, я не знаю, что тогда делать. тогда, видимо, ситуация буриданового осла, который, как оптимистично заявляет пикок, все-таки каким-то образом выбирает. Нет, буриданов осел-то не выбирает, это мы на практике выбираем. то есть, там, да, какие-то, может быть, нерациональные способы выбора будут действовать, которые, может быть, даже нельзя никак объяснить. По крайней мере, мы не сможем объяснить, почему мы выбрали. вот Оля задает вопрос. Можем ли мы сказать в связи с этой рациональной детерминацией, что быть рациональным это самостоятельно наложить на себя ограничения, например, не мыслить, что объект одновременно имеет свойства и не имеет. Кто накладывает эти ограничения сам агент, но тогда он свободен в момент наложения и затем уже не свободен из-за наложенных собой ограничений, но может их и поменять в будущем, так как процесс наложения того, он свободен. Мне кажется, не всегда рациональная детерминация является сознательной. Если я выглядываю в окно и вижу, что сейчас день, например, мне не надо думать о том, что надо выработать убеждение о том, что сейчас день. это как-то само собой происходит. То есть нет какого-то волонтаризма. Ну и будет странно, если я открою окно, посмотрю, что там день, и такой, а нет, я сейчас буду верить, что сейчас ночь. При этом Пикок еще говорит о том, что мы, конечно, рассматриваем агентов, которые выполняют требования к рациональности. То есть это рациональные агенты, которые рационально рассматривают разные варианты. Это агент, который открывает окно, ну и как-то у него там отчеканивается сразу пропозиция в голове, что сейчас день. Вот по поводу рациональных ограничений на самом деле как бы немножко более понятной является эта ситуация с добровольным наложением их на себя. Вот скажем, ну все мы как-то со школы привыкли ну или там кто откуда, но привыкаем вначале мыслить в рамках классической логики, по крайней мере тогда, когда сознательно рассматриваем какой-то вопрос решаем задачу но некоторые из нас позже узнают, что есть там интуиционистская и паронепротиворчивая и всякие другие логики и вот что-то происходит с нами в этот момент и то, что нам казалось совершенно немыслимым когда мы знали только классическую логику становится мыслимым в определенных в определенной методологической рамке скажем так вот и получается что у нас появляется альтернатива между теми ограничениями которые в данный момент выполнять и раз она у нас есть значит мы их на себя накладываем все-таки как-то свободно ну некоторые ограничения мы можем накладывать свободно некоторые нет может быть если мы будем думать о каких-то конкретных ограничениях тогда мы можем выбирать наложить их на себя или нет по поводу вопроса с тынем я знаю что есть люди которые ну там в определенных целях выполняют следующее упражнение они значит смотрят на пламя свечи подолгу и пытаются добиться того чтобы видеть его как зеленое видеть в нем зеленый цвет и у некоторых из них получается хотя конечно же каждый из них ну знает что пламя свечи не является зеленым ну и возможно если мы очень долго потренируемся если у нас будут очень серьезные практические основания для того чтобы к этому стремиться то мы можем открывая окно днем получать тем не менее убеждение что сейчас ночь ну не знаю мне кажется это немножко другое ну то есть мы вот ты же сама говоришь что эти люди прекрасно понимают что пламя свечи не зеленые то есть что они добиваются вот этой вот долгой тренировкой они добиваются того что у них феноменология меняется то есть они получают другие впечатления об окружающем мире но это не значит что они при этом получают другие убеждения в окружающем мире ну да вообще ты прав но может быть и убеждения так можно изменить ну не знаю а давайте я сейчас буду верить что лето ну хорошо а если действовать в соответствии с этим если допустим рассмотреть вариант каких-то убеждений касательно этической сферы допустим ну мне для целостности моей картины мира для поддержания моей жизненной практики сложившейся очень нужно верить что существуют люди которые не врут вот я знакомлюсь с каждым новым человеком и искренне верю что этот человек не врет но каждый раз получается так что значит рано или поздно я ну обнаруживаю что этот конкретный человек все-таки в каком-то конкретном случае мне соврал и тем не менее значит несмотря на то что у меня есть все более и более серьезные основания для того чтобы заключить что врут все я тем не менее для того чтобы сохранить свою жизненную практику упорно поддерживаю в себе убеждение что такие есть люди которые не врут просто они мне еще не попали может быть это убеждение продиктовано эффективностью и скажем так естественным отбором если бы мы каждому человеку с которым знакомимся изначально относились с недоверием то нам бы пришлось затратить слишком много ресурсов для того чтобы с этим человеком взаимодействовать это не способствует выживанию выживанию способствует изначальное доверие ну я к тому что есть видимо все-таки некоторая степень гибкости вот даже вот в этой сфере убеждений при одинаковом опыте но разных окружающих условиях так скажем в разном контексте разной практике у меня могут складываться разные убеждения относительно одного и того же несмотря на то что я как бы остаюсь рациональным человеком более или менее осознаю какие-то рациональные ограничения на формирование убеждений и так далее какие разные убеждения остаются ну вот в одном случае моя жизненная практика такова что мне очень важно верить в то что есть люди которые не врут а в другом случае допустим ну я допустим в конце концов сама научилась врать успешно и взаимодействовать с теми кто врет мне и ну мне и так нормально ну из того что существуют люди которые вообще не врут и из того что тебе встречались только люди которые врут в общем-то ведь не следует никакого противоречия да я не говорю что там есть противоречия я говорю о том что ну прагматические факторы способны до некоторой степени изменять нашу подверженность рациональным ограничениям тем или иным наверное да потому что не знаю те же пуритане могут перестать верить или там изменить свою церковь перейти в другую какую-то стать католиками например ну и соответственно у них там рациональные ограничения могут поменяться и могут это сделать изменения да вот в вере исходя из каких-то даже рациональных рассуждений кто-то может читать писание например и в какой-то момент подумаешь что блин ну вот ну неправильно же толкует надо по-другому так как католики это делают поэтому стану-ка я католиком или досады начитаются и скажут что не свальный грех это нормально ну что я понимаю так что на сегодня у нас закончилась дискуссия хватит нам свального греха чего хватит нам на сегодня свального греха мы еще не дошли до него мы пока еще рационально себя детерминируем в этом смысле ну что ж тогда давайте на этом закончим всем спасибо за обсуждение вопросы соображения и встретимся в следующий раз всем тогда до свидания спасибо до свидания спасибо 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 Продолжение следует...